Всем привет, друзья! Сегодня продолжение темы о рейсмусах. Наш обзор будет посвящен рейсмусу. Это народная марка Makita 2012NB. Этот рейсмус можно по праву считать народной маркой. Рейсмус очень хороший, выносливый и в работе он у меня уже больше шести лет. Точно я сказать затрудняюсь. Есть у него как плюсы, так и минусы и обо всем этом я сейчас вам расскажу. Надо сказать, что за долгие годы рейсмусные станки или в простонародье рейсмусы не претерпели никаких изменений. И по конструкции они примерно одинаковые. Отличаться они могут какими-то особенностями. Например, шириной строгания, типом устанавливаемых ножей, мощностью двигателя и, например, наличием или отсутствием механизма противодействующего отдачи. В целом же конструкция у всех портативных рейсмусов одинаковая. Это неподвижный базовый стол, два откидных стола по одной и по другую сторону. Строгальный узел перемещается на четырех цилиндрических стойках и приводится в движение двумя шпильками. Рейсмусные станки имеют механизм протяжки материала. Двигатель, а точнее двигатель с редуктором, фактически разделен на две стороны. Непосредственно сам двигатель в данном случае находится справа и с правой стороны у нас находится приводной ремень, который вращает строгальный вал. В левой части находится редуктор и нужен он именно для работы механизма протяжки. Внизу вращаются вальцы, которые постепенно протаскивают доску под строгальным узлом. На рейсмус установлен мощный кабель длиной 2,5 метра. Сечение 2 на 1 квадратный миллиметр, но кабель очень толстый, потому что здесь двойная изоляция. И вилочка очень хорошая массивная, как в принципе в любом инструменте Макита. И одна примечательная особенность. Здесь вы видите вот такой маленький глазок возле пусковой кнопки. Если я включаю рейсмус в розетку, мы видим по индикации, что сеть присутствует. Это очень полезно и мы можем постоянно контролировать, включен рейсмус у нас или нет. И пару слов о кнопке. Здесь скрывается магнитный пускатель, который при пропадании сети выключается и при повторном появлении рейсмус самопроизвольно не запустится. Давайте проверим. Подъем и опускание строгального узла осуществляется через рукоятку. При транспортировке рукоятку можно откинуть для того, чтобы можно было что-то положить сверху. Вот здесь стандартно установлен круглый пятачок, на котором имеется разметка по 0,5 миллиметров крест-накрест. Он, к сожалению, сломался, потерялся и поэтому разметку я нанес непосредственно на рукоятку. И в этой части по сравнению, например, с рейсмусом Деволт очень большим плюсом, что здесь использованы метрические резьбы. Полный оборот рукоятки прибавляет или убавляет 2 миллиметра по высоте строгального узла. Если вы помните на рейсмусе Деволт, один полный оборот это 1,6 миллиметра. То есть это дюймовый стандарт. А здесь чистая метрика. Очень хорошо. Коротко о технических характеристиках. Мощность двигателя 1650 ватт. Вал совершает 8,5 тысячи оборотов в минуту на холостом ходу и нагрузка, естественно, немножко меньше. Максимальная ширина строгания 304 миллиметра и максимальная высота заготовки, которую можно прострогать, 153 миллиметра. Максимальная величина съема за один проход составляет 3 миллиметра. В принципе, как у любого другого рейсмуса. Но здесь есть одна оговорка. Такую величину съема можно делать только на узких заготовках. Если вы возьмете большую и широкую заготовку, но сам всю ширину стола запустите ее, то рейсмус неизбежно перегрузится и просто сработает защита. Для того, чтобы проще было ориентироваться, здесь есть небольшая напоминалка. Здесь вы видите табличку, которая показывает зависимость максимальной величины съема от ширины заготовки. При ширине заготовки менее 150 миллиметров можно делать съем 3 миллиметра. Если заготовка имеет ширину 150-240 миллиметров, то максимальная величина съема полтора миллиметра. И при ширине больше 240 у нас съем максимальный 1 миллиметр. По факту я бы советовал съем делать немножко меньше, потому что это критические значения максимальной величины съема. У этого рейсмуса есть дополнительная защита, которая не позволит вам превысить максимальную величину съема для определенной ширины детали. На передней части корпуса имеется специальный щуп. Этот щуп ограничивает максимальную величину съема. Поднимается он не больше, чем на 3 миллиметра и своей шляпкой при 3 миллиметровом подъеме упирается в корпус. В итоге получается, что если вы сюда подаете доску шириной более 150 миллиметров и устанавливаете максимальный съем, этот штырек просто не даст ее сюда заправить. Если же доска уже, то она пройдет сбоку от штырька и двигатель не перегрузится, потому что ширина очень маленькая. Основание рейсмуса литое из хорошего алюминиевого сплава. Слева у нас находится флажок и шкала. Шкала в дюймах и миллиметрах. С правой стороны у нас есть ограничитель, такой же, как, например, ограничитель погружения для фрезера. Честно сказать, вот этой функцией никогда в жизни не пользовался. Эта функция неудобна. Эта функция предполагает в азарт заданной толщине детали в случае, если вам периодически приходится в поднимателе опускать строгальный узел. Для того, чтобы восстановить ограничитель, нажимаем на кнопку и шок опускаем вниз. Для точной подстройки имеется специальная пластиковая обойма с насечкой. Шпилька М6, шаг резьбы 1 миллиметр, поэтому один полный оборот ограничителя прибавляет или убавляет 1 миллиметр толщины детали. Возможно, кому-то эта функция покажется очень удобной. Я этой функцией никогда не пользуюсь, и она доставляет массу хлопот, потому что иногда кнопка может случайно нажаться, или за счет вибрации шток может самопроизвольно провернуться. То есть надеяться на этот ограничитель я бы не стал, но для кого-то, возможно, он будет очень удобен. Откидные столы штампованные, сделаны из довольно толстого металла, и они никелированные. Устанавливаются на двух кронштейнов при помощи двух винтов. Эти винты также позволяют регулировать высоту дополнительных столов относительно базового основания. Кронштейны поворачиваются на осях, и с противоположной стороны есть рычаг. Этот рычаг входит внутрь корпуса и упирается в регулировочные винты. Регулировочные винты регулируют степень откидывания стола. Это винты под внутренний шестигранник. Закручивая винт, мы слегка приподнимаем кончик стола. Трогольный узел поднимается очень мягко и очень плавно. Пожалуй, это отличительная особенность всего инструмента Макита. Основной базовой поверхностью является пластина из нержавейки с загнутыми вниз краями для того, чтобы заготовка здесь не упиралась в ребро. Загиб очень плавный, поэтому здесь заготовка никогда не останавливается. Этот лист просто лежит на основании и с боков удерживается специальными направляющими. Направляющие удерживают лист за выступающие ушки, и они же являются ограничителями. Расстояние между этими крепежными планками составляет 304 миллиметра, и они находятся точно напротив краев ножей. И еще одно огромное преимущество рейсмуса Макита перед другими моделями. Я специально снял боковое крепление, открутил два винта. Здесь вы видите две прорези, и на пластине с одной и с другой стороны имеются два ушка. Сниму пластину и покажу. Вот эти самые выступы. И что мы видим здесь? А здесь мы видим клетчатое поле. У большинства рейсмусов, если не сказать, что у всех абсолютно, вот эта пластина просто фрезерованная гладкая. В процессе работы под накладную пластину будет неизбежно попадать мусор, и он сразу скажется на точности рейсмусования. То есть заготовка у вас уже не будет ровной, точной, калиброванной. Клетчатое поле предотвращает поднятие пластины за счет того, что мусор всегда попадает в выемки. А вот эта базовая плоскость оставится всегда чистой. Кто-то пытается наклеить эту накладную пластину, например, на двухсторонний скотч, либо другими способами, но это не панацея, и это не исключает погрешности при рейсмусовании. Что мы видим снизу? А снизу самая большая прелесть рейсмуса Макита это полиуретановые вальцы. Вот эти самые желтые. Вот один, вот второй. Эти вальцы, во-первых, более износоустойчивые, чем черные резиновые. И второй большой плюс. В случае, когда рейсмус пробуксовывает, то есть деталь зажала на столе, и вальцы продолжают вращаться. Они не оставляют черных следов. Это очень большой плюс. Но с другой стороны, у рейсмуса есть и минус. Вот здесь в передней части у нас пусто. Во многих рейсмусах на передней части стоит механизм, который предотвращает отдачу заготовки. Например, на рейсмусе Деволт сюда установлена пластина с отгибающимися лепестками. Лепестки отгибаются и свободно пропускают заготовку. Но если заготовка движется в обратную сторону, лепестки выпрямляются и зажимают заготовку между строгольным узлом и базовой поверхностью. По части защиты от обратного удара, даже на моем старом примитивном рейсмусе Штурм, эта защита была. Правда, конструкция у меня была немножко иная. Этот рейсмус, в отличие от своих собратьев, имеет самонесущую конструкцию. Во многих моделях боковые стенки являются элементами жесткости. Здесь стенки имеют чисто декоративные функции, поэтому сейчас мы снимем их для того, чтобы было лучше видно, как он устроен внутри. Каждая крышка крепится на два винта и легко снимается, и мы можем легко обслуживать рейсмус. Верхнее основание, как и нижнее, очень жесткое, и оно тоже является силовым элементом. Вертикальные стойки вместе с верхним и нижним основанием образуют жесткую конструкцию. Но для того, чтобы еще получить диагональную жесткость, здесь есть раскосина, и точно такая же установлена с другой стороны. В других рейсмусах, как правило, вот такая диагональ отсутствует, и роль ребра жесткости выполняет сама боковая стенка. Вал приводится в движение при помощи поликлиновой ременной передачи, ремень полиуретановый, армированный. Ремень здесь установлен очень хороший, очень мягкий, и на морозе он не грубеет. Поэтому таким рейсмусом можно работать и при минусовых температурах. Здесь же с боков вы видите две прямоугольные крепежные пластины. Они удерживают сухари, в которых находятся шейки валов автоподачи. Автоподача осуществляется со скоростью 8 метров в минуту. Здесь же вы видите шпильку подъема строгального узла. Шпильки расположены с двух сторон и связаны между собой промежуточным валом с коническими шестернями, поэтому они вращаются в разную сторону. Вот на этой шпильке, которая находится справа со стороны лица, резьба левая, на противоположной шпильке резьба правая. И здесь еще внизу вы видите винт, у которого головка закрашена красной краской. Этот винт удерживает закладную гайку, которая вставлена в корпус строгального узла. Эта гайка является регулировочной и она же является опорной. Эти гайки используются для устранения перекоса строгального узла относительно базовой поверхности. Если вы вдруг заметили, что у вас заготовка с одной стороны толще, а с другой тоньше, то вам как раз и нужна вот эта регулировка. Гайка имеет проточки и вращается специальным ключом. После устранения перекоса гайка фиксируется стопорным винтом. Ременная передача сверху закрыта пластиковым кожухом, который крепится на два винта. Это нужно, конечно же, для безопасности. Еще здесь находится специальный рычаг, который натянут пружиной и нужен для блокировки строгального вала, если мы снимаем верхнюю крышку. Сейчас крышка установлена на место и вал разблокирован. Но если верхнюю крышку мы снимаем, то рычаг опрокидывается и блокирует вал. Это нужно для замены ножей. Рассмотрим рейсмус с другой стороны. Здесь такая же точная диагональ, немножко закрывает обзор. И здесь находится механизм привода автоподачи. Вот эта звездочка ведущая, вот эти две звездочки ведомые и они как раз вращают вальцы. В большинстве рейсмусов, где используются две цепи автоподачи, редуктор приводит движение сначала дальний вал, а уже дальний вал приводит движение ближний вал. Здесь используется одна единственная цепь, в этом есть как плюсы, так и минусы. Во-первых, меньше движущихся элементов, во-вторых, сама цепь находится ближе к корпусу и шейки немножко короче. Здесь нагрузка на самые валы немножко меньше. Цепь в натянутом состоянии удерживается специальной пружиной. И вот в этой пружине есть определенный минус. Те, у кого есть рейсмусы макиты, периодически сталкиваются с такой проблемой. Когда вальцам очень сложно протянуть заготовку, цепь может чрезмерно натянуться, пружина оттягивается, цепь ослабевает. И в этот момент она может перескочить через зубья пальцов автоподачи. Это очень негативное явление. В этом случае весь строгальный узел немножко подпрыгивает и делает вам уже на чистовой детали вдруг волны амура. Деталь приходится выбрасывать. Это может происходить по разным причинам. Например, попадание мусора, подклинивание пальшипников скольжения, в которых вращается вал автоподачи. Причины могут быть разные, и эти причины требуют немедленного выяснения. Крепление валов автоподачи здесь стандартное. За этими звездочками кроются квадратные сухари, и ось просто вращается в подшипниках скольжения. Сами же сухари подпружинены. Вот здесь вы видите такие полуцилиндрические приливы, в них внутри скрываются пружины. Еще одна особенность рейсмусов именно макита. С той стороны, где находится механизм автоподачи, здесь пружины две. Одна пружина внутри другой. С другой стороны установлена всего одна пружина. Это обусловлено прежде всего тем, что здесь используется одна единственная цепь на оба вала. И соответственно, эту цепь нужно держать постоянно натянутой. Поэтому здесь пружины усиленные. Если вам придется разбирать этот рейсмус, не забывайте, что с этой стороны стоят две пружины, а с другой стороны по одной. Многие, кто занимался разборкой и сборкой этого рейсмуса, сталкиваются с этой проблемой. Остаются две лишние пружины. И многие ошибочно ставят их либо на задний вал, на одну и на другую сторону, либо на передний вал. А эти дополнительные пружины должны стоять на одной стороне. Рассмотрим рейсмус с задней стороны. Здесь есть щель для выброса стружек. Обратите внимание на значок. Ни в коем случае нельзя выгребать отсюда стружки, потому что если вы сюда просунете руку, то здесь можно наткнуться на строгальный вал. Доступ к нему есть. Если вы работаете на улице, то ничего страшного, если стружка будет сыпаться везде вокруг. Если вы работаете в помещении, то сюда можно установить дополнительный кожух. Для этого есть два барашка. Их нужно открутить и под них подсунуть кожух. Здесь металлическая планка с двумя вырезами. То есть полностью барашки откручивать не нужно. Здесь должен заметить, что вот эта система лично мне очень не нравится. Мне нравится она по многим причинам. Во-первых, барашки закручивать очень неудобно, слишком тесно для того, чтобы их закрутить адекватно. Второе. Этот кожух периодически может соскакивать от вибраций, либо от неосторожного движения. Несмотря на то, что барашки затянуты, он все равно соскакивает. Следующий момент, который мне категорически не нравится, это горловина. Ее диаметр снаружи составляет 74 миллиметра. Диаметр изнутри составляет 68 миллиметров. Это очень неудобно и мне кажется, это просто какой-то собственный стандарт Макита. Сделали бы, например, либо сотый раздроб для того, чтобы можно было подключить стружкоотсос, было бы понятно. Либо пятидесятый разъем для того, чтобы сюда подключить стандартный промышленный пылесос. Чаще всего при работе шланг приходится просто вставлять и герметизировать здесь, например, поролоном. Сзади на кожухе находится коробочка с дополнительными принадлежностями. Коробочка открывается не очень удобно, но это, наверное, еще и лучше. В этой коробочке находится ключ для замены ножей шестигранный. Также находятся два установочных магнита. Они нужны для установки широких перезатачиваемых ножей. Но в данном рейсмусе, как ни странно, стоят двухсторонние незатачиваемые одноразовые ножи. Но то, что эти установочные приспособления есть в комплекте, все-таки большой плюс. И есть вот такой небольшой шестигранный ключик, который как раз нужен для регулировки наклона дополнительных столов. На этом особенности рейсмуса не заканчиваются. Мы продолжаем обзор и сейчас подойдем к самому интересному. Для удобства замены ножей нам нужно снять верхнюю крышку. И вот сейчас мы вновь возвращаемся к рычагу блокировки. Вы видите, что если я шатаю верхнюю крышку, то и рычаг приводится в движение. Если я крышку снимаю, а снимается она очень просто, больше она ничем не держится, рычаг опрокидывается. Сейчас достаточно небольшого движения для того, чтобы вал заблокировался. В нем есть вырезы и на этом кроштене есть крючок. Еще одна особенность. Замену ножей можно производить как сверху, это стандартное нормальное положение, так же и снизу. Ну и естественно, если поднять строгальный узел вверх, то к нижнему ножу тоже есть доступ. Мы будем делать все по науке и будем делать сверху. Вот здесь с левой стороны выступает металлическая пластина. Это хвостовик рычага блокировки строгального вала. Если я эту пластину нажму, то вал можно повращать. Для замены ножей, чтобы сюда можно было подлезть штатным длинным ключом, надо строгальный узел опустить максимально вниз. Как видите, для того, чтобы открутить болты, доступ просто отличный и нет никаких претензий. Но есть и тоже один минус. Если мы отпускаем болты, нож мы не можем извлечь, потому что он смотрит вот сюда в торец корпуса. Для того, чтобы извлечь нож, нужно будет нажать разблокировку, чуть-чуть провернуть вал и вытащить нож вверх на себя. Не то, чтобы это было очень критично, но все-таки немножко неудобно. С другой стороны, блокировка удерживает вал в строго определенном положении, удобной для работы вот с этими шестигранными болтами. Чтобы не быть голословным и дать вам максимум информации, я сниму сейчас прижимную пластину и сниму нож. Поперечина на ключе маловато и тонковато, поэтому крутить не очень удобно. Ну что поделать. Пока я не открутил все болты, покажу, как извлекается нож. Слегка поворачиваем и вот он выглядит вот так. Это узкий одноразовый двусторонний нож из высокопрочной легированной стали. А эти ножи не твердосплавные. Нож имеет профиль такой же, как у электрорубанка, только сам он немножко пошире. С задней стороны посередине есть продольная канавка, которая является позиционирующей. Теперь снимем накладку. Рассмотрим накладку более подробно. Вот эта часть обращена к валу. На валу имеется плоскость и в этой плоскости профилизирован паз. Когда мы устанавливаем накладку, мы прижимаем ее болтами и она получает две точки опоры. Одна точка опоры это задняя часть вот этого зигзагообразного ребра жесткости. Видите, они немножко поблескивают. Вторая точка опоры это передний фронт. Вот так хорошо видно, что передняя часть немножко отогнута вниз. Она упирается в выемку ножа и через нож уже прижимается к валу. С задней части пластины находятся два отогнутых под 90 градусов ушка и они входят в паз, который профрезерован на плоскости вала. Таким образом, когда мы устанавливаем пластину на место, она не может сдвинуться ни вперед, ни назад. Такая конструкция является очень надежной, очень простой, но, конечно, она довольно сложна в изготовлении. Поэтому, наверное, такой рейсмус не может стоить дешево. После того, как вы наживили болты, затягивать их окончательно нужно, начиная от центра к краям. Лево-право, лево-право, лево-право. Нож установлен на место и можно снова работать. И здесь не требуется никаких дополнительных приспособлений. И здесь возникает резонный вопрос. А для чего же вот эти два установочных приспособления? А дело в том, что вот эти рейсмусы выпускаются в двух модификациях. Они имеют разные строгальные валы. Бывают ножи одноразовые, не затачиваемые, двухсторонние, как я показывал вам сейчас. Есть также и ножи широкие, перетачиваемые. Точного ответа по артикулам, какой рейсмус комплектуется, каким типом валы, я вам дать не смогу, потому что дилеры Makita не идут на контакт. Кто-то говорит, что достаточно заменить прижимную пластину и можно ставить широкие ножи. Кто-то говорит, что нужно менять вал целиком. Кому из них верить, трудно сказать. Немного повращаю вал для того, чтобы было видно, как он устроен. По типу строгальных валов я все-таки склонен верить тем, кто говорит, что требуется и замена строгального вала. Поясню почему. Здесь поверхность цилиндрическая, и у нее есть две плоскости. Вот это установочное приспособление должно лечь на плоскость и позиционироваться. А вот этот выступ должен уцепиться магнитом за край ножа, то есть за режущую кромку. Здесь это приспособление установить просто некуда. Прежде чем снимать видео, я специально перерыл весь интернет. И выяснилось, что перезатачиваемых многоразовых ножей сейчас в продаже нигде нет. Хотя такие ножи, конечно же, были. Исходя из этого, будем считать, что вот эти два установочных магнитных шаблона нужны для того, чтобы можно было безопасно ухватить, примагнитить нож и вытащить его из посадочного места, что в принципе вполне логично. Устанавливаем крышку на место. Ложится она очень легко. Практически все мы рассмотрели, и осталось самое интересное, заглянуть, как выглядит рейсмус снизу. Еще немножко коснемся регулировки. Чаще всего вот этими гайками никто никогда не пользуется. Есть гораздо более простой и надежный способ подрегулировать параллельность стола и строгального узла. Сейчас я переверну рейсмус и посмотрим на нижнюю сторону основания. С двух сторон под пластиковыми крышками находятся зубчатые передачи. Шестерни здесь конические. Узлы крепления шпилек сделаны очень добротно и очень надежно. Это прижимная пластина. В ней имеется регулировочный винт под внутренний шестигранник и контргайка. Этот винт нужен для того, чтобы устранять люфты. Сама шпилька вращается в подшипнике и подшипник удерживается в корпусе при помощи фланца. Механизм синхронного вращения шпилек примитивен и очень надежен. Он используется в большинстве рейсмусов. Есть промежуточный вал и две конические шестерни по бокам. Если я вращаю одну шпильку, на этой шпильке стоит рычаг регулировки. Через промежуточный вал вращение передается на вторую шпильку и вращаются они одновременно и в противоположные стороны. Вот здесь в этой части рейсмуса проще всего сделать настройку и регулировку. Принцип регулировки я уже рассказывал, но повторюсь еще раз. Регулировка на самом деле предельно проста. Для регулировки мы снимаем промежуточный вал. Дальше нам понадобится два одинаковых по толщине деревянных брусочка. Их мы будем подкладывать с одной и с другой стороны между базовой плоскостью и валом. Вал нужно повернуть так, чтобы он цилиндрической частью смотрел вниз. Вращаем шпильки вручную так, чтобы вал полностью сел на эти брусочки. После этого устанавливаем промежуточный вал на место. Конические шестерни имеют 15 зубов. Шаг винта равен 2 миллиметра. Соответственно при подъеме строгального узла на 1 миллиметр работают 7,5 зубов. И точность установки составляет 1 деленное на 7,5. То есть это довольно высокая точность, которая позволяет регулировать в пределах одной десятки. Если эта точность покажется вам слишком малой, я рекомендовал бы вам поворачивать слегка одну шпильку и посмотреть какой люфт в одной зубчатой паре и какой люфт в другой зубчатой паре. В любом случае люфт составляет больше одного зуба. Так что вот такой точности вполне достаточно. Зубчатые шестерни сидят на шпонках. Шпонка сидит на валу очень плотно, а вот паз в самой шестерне немножко больше. И вот этот люфт в каждой из четырех шестерен и определяет разброс параметров, разброс по вращению шпилек. Эти люфты очень легко устранить, если в зазоры между шпонкой и краем паза зубчатой шестерни вставить какие-то пластинки, какую-то металлическую фольгу. Но все равно в любом случае через некоторое время опять люфт появится. В принципе на это вполне можно закрыть глаза. Вот на этом наш обзор подходит к концу. Строгать на этом рейсмусе я не буду. Его работу вы неоднократно могли видеть в мастер-классах. Единственное, что я сейчас включу, и мы послушаем какой у него звук. Надо сказать, что Makita это один из самых тихих инструментов, и этот рейсмус действительно тихий. Если сравнивать с тем же самым DeWalt 733, то уровень шума как минимум в два раза ниже. Вот на этом наш обзор и закончен. Я умышленно не стал рассказывать о некоторых незначительных мелочах. Рассказал только самое основное, чтобы вы понимали, чем этот рейсмус отличается от других. В чем его плюсы, в чем минусы. И я надеюсь, у вас сложится свое собственное мнение, стоит брать такой рейсмус или не стоит. На этом на сегодня я с вами прощаюсь. Как всегда, не забывайте ставить оценки, подписываться на канал, кто этого еще не сделал. И не забывайте делиться этим видео в соцсетях. Возможно, оно тоже кому-то будет полезно. На этом все. До новых встреч.